Друзья, сейчас 6 часов вечера, или 18 часов, мы вышли погулять и взяли с собой камеру. И смотрите, недалеко отошли от дома, уже увидели первый красиво украшенный дом. Гирляндами украсили люди, ждут праздника. Как красиво нарядили ёлки около завода здесь. Всем привет! Мы вышли погулять, как я вам сказала, в самый въезд в наш город, центральная улица. И смотрите, как у нас гирлянды здесь натянули. Красиво! И мы идём с хорошим настроением. Друзья, посмотрите, не все гуляют так, как мы. Кто-то ещё работает. Парикмахерская, вон ещё и очередь к празднику привозят себя в порядок. Там этажника до первого перекрёстка, и здесь тоже гирлянды на улице. Тоже красиво. Это площадь нашего колодома культура. Мы подошли поближе. За этими деревьями в ту сторону идёт мост у нас через речку Волгу. Она у нас небольшая здесь. Вот и ёлочка наша. В центре площади стоит. Дом культуры. Вот так украсили в этом году. Дед Мороз со снегурочкой. А дальше снова деревья так же украшены, как и слева. А теперь с правой стороны. Люди гуляют, отдыхают. А небо какое тёмное. Совсем недалеко от дома культуры, зашли вот за здание, здесь у нас сквер. Смотрите, тоже освещение, гирлянды, фонари. Здесь детские площадки есть. И летом, и зимой здесь с днём дети бегают, играют. Есть качели, и вот там стоит ёлочка и фонтан зимний. Мы сейчас туда подойдём поближе. Здесь же стоит ёлочка гораздо меньшего размера, чем около дома культуры. Грустная. Следов к ней мало, кто подходил. Ребятишки не бегают туда. А потом пойдём к фонтану. У нас мороз, но снег под ногами скрипит. И вот он наш фонтан зимний. А летом мы вам снимали, как он работает. А это наш зимний фонтан. Мы уже совсем близко, около фонтан. Рядышко. А вот так украсили жильцы свои окна в доме. Посмотрите, какие у нас сугробы вдоль дорог. Высокие. Очень много снега в этом году выпало. Вот и заканчивается наша прогулка по Старице. А сейчас я хочу вам показать нашу поездку в Тверь в большом магазине Могуляли. Новогоднее оформление. Смотрите, как всё красиво. Для настроения. И зайцы в компании стоят, и гномики. Смотрите, в каком исполнении зайцы. Каких только нет зайцев. Гномики. Кто это? Олени. На лосей похоже. Ёлочка. Дед Мороз и Снегурочка. В маске. С праздником всех поздравляют. Вот какие гномики интересные. Все почти с бородами. С бородой. А это снеговички такие, плетёные. Посмотрите, в чём обут Дед Мороз. Бойлочные тапочки, чтоб не замёрз. Большой мешок с подарками. Смотрите дальше. Я вам показываю здесь и цены, и то, что там выставлено на продажу. Зайцы разных-разных исполнений. И с двумя зубами, и с улыбкой. И в комбинезоне с красными бантиками. А дальше пошли подарочные упаковки. Конфеты. Наборы для детей. Тоже с зайчиками, с ёлочками. Смотрите, как интересно. Снеговики. Ёлочки. С Новым Годом! С Новым Годом! Заяц с балалайкой. Снеговик. Снеговик. Это всё коробочки с конфетами. Вот шоколад. Смотрите, погремушки какие. Конфеты какие. Террори. И цены сразу на них. Вот подарочный набор в форме ёлочек. Это для тех, кто не ходит по магазинам. Вот смотрите, как сейчас оформлены магазины празднично. Вот, конфеты вдохновения. Как на экскурсии побываете? Шоколад. Большие толстые плитки. 500 грамм. Подарок очень хороший. Вот коробочки с конфетами. А это печенье. В коробках печенья. Металлические коробочки. Оформление красивое. Цены на них. Каждый печенька в своём этом. Для сладкоежек. В бутылочках шампанского конфеты. Ёлочка. Думаю, что шоколадная. Идёмте дальше. Набор конфет. А, вот смотрите, какие наборы конфет. Оформление в форме сапожка. Сапожок с каблучком. Рядом цилиндр золотой. Новогодние. Домики новогодние. Это тоже наборы конфет. А вот это вот для ванны здесь. Бомбочки, соли. Всё для ванны в праздничном оформлении. Вот какой заяц. Вот какой хилтон. Чай там в нём находится. Ну, там звуки детей, конечно, слышно. Люди говорят, объявления рассказывают. Вот подарочные наборчики. Маленькие. Полотенце со скидкой за 50 рублей всего. Полотенце оформлено тоже по-праздничному. Зайчики везде. Зайчики. Снеговички. В наборах, в комплектах. Ёлочки. Вот кто оформляет подарки, посмотрите, как можно ёлочки туда вырезать. Вырезать. А это разовые тарелки для природы. На пикник. Тоже зайчики. Зайчики, кролики. А это уже продукты. Рыбный ряд. А вот это овощи. Мне вот эта тыква большая очень понравилась. Я сюда подошла. Смотрите, сколько перца. Вот ёлочка с шампанком. Ну вот, подошли к колбасному ряду. Смотрите, сколько колбасы много. И цену, смотрите. Цена за 100 грамм. Разного сорта, разного названия. И вот такие цены. Оформлено красиво. В корзиночках, в плетенках все лежит. А вот и багет для бутербродов. Что сам не печет, можно купить всегда. И прочее. А вот это для сладкоежек. Тортики. Название и цена. Красный бархат. Малиновый. Опера. Оформлено красиво торты. Кучерявый. Клубничный Наполеон. Киевский. Очень нравился мне этот торт всегда. Басни. Забавные зверята. Игурочки. А это монетки. Шоколадные монетки. Чай. Разничные упаковки. Смотрите, сколько, сколько подарков приготовили. Для всех нас. Загадай желание. Вот овечка. А это солнышко. А вот это такой красивый мешочек. Шоколад Аленка. В форме матрешки. В форме матрешки. Любимые с детства. Любимые с детства конфеты. Петушок, красная шапочка и... Домики, красивые, сказочные домики. Сладкие гостиницы. А вот такие шкатулки мне очень нравятся. Они металлические. И на них такие приятные картины нарисованы. Волшебные. Это белый шоколад. Зайчик. Сюрприз. Киндер-сюрприз шкалады. Ну ладно, это я для вашего настроения сняла. Кому очень интересно, посмотрите, конечно. Но я ходила там с удовольствием, смотрела на все. Всем желаю приятного просмотра, хорошего настроения, уже праздничного настроения. Новый год встретить с большим желанием. И обязательно загадать желание. Оно обязательно сбудется. До новых встреч. Пока-пока.